Звук в буквенном составе слова Расхождение в звукобуквенном составе слова произойдет и в том случае, если в слове есть удвоенные согласные буквы, которые обозначают один долгий согласный звук. Так, в слове «бессонный» есть удвоенные согласные «с» и удвоенные согласные «н». Удвоенные согласные обозначают один долгий звук, поэтому в слове «бессонный» 9 букв, но 7 звуков. Также расхождение в звукобуквенном составе слова будет в том случае, если в слове есть ютированные гласные «е», «ю», «ю», «я», которые в определенных позициях обозначают два звука. Это звонкие, мягкие, согласные «й» и гласные звуки. Вот эти позиции. Ютированные гласные обозначают два звука, если они находятся в начале слова, так в слове «яма» буква «я» обозначает два звука, «е», «а», поэтому в слове три буквы, но четыре звука. Ютированные гласные обозначают два звука, если они стоят после другого гласного. В слове «пою» ютированная гласная «ю» обозначает два звука, «е», «у», потому что она стоит после гласного. Поэтому в слове «пою» три буквы, но четыре звука. И третья позиция, когда ютированные гласные обозначают два звука. Это позиция после мягкого или твердого знаков. В слове «съем» ютированная гласная «е» обозначает два звука «е», так как она стоит после твердого знака. Но в слове «съем» количество букв и звуков совпадает, потому что разделительный твердый знак звука отдельного не обозначает. Также не обозначает звука, как и разделительный твердый знак, мягкий знак. В слове «конь» у нас четыре буквы, но три звука, потому что буква «мягкий знак» обозначает мягкость предыдущего согласного, а не отдельный звук.